здравствуйте друзья с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня приготовим всеми любимый торт прага со времен ссср и по сей день этот торт пользуется огромной популярностью и приготовить в домашних условиях его совсем не сложно я буду готовить не совсем по госту крем у меня будет немного другой но торт получится не менее вкусный чем оригинальный рецепт для приготовления бисквита мне понадобилось сливочное масло 6 яиц какао сахар мука и щепотка соли и продукты должны быть комнатной температуры сначала я растопила сливочное масло в микроволновой печи и оставляю его остывать яйца разделяю на белки и желтки затем общую часть сахара визуально я делю пополам желтки добавляю половину сахара и взбиваю миксером взбиваю 2-3 минуты на максимальной скорости в пышную массу затем в белки добавляю щепотку соли и оставшийся сахар взбиваю миксером до устойчивых пиков пока я взбиваю белки не забудьте подписаться на мой канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео видео у меня выходит два раза в неделю во вторник и в пятницу белки готовы другой емкости смешиваю муку и какао хорошо перемешиваю до однородности затем поочередно в яичную массу добавляю немного белков и просеиваю немного сухих ингредиентов и перемешиваю лопаткой не венчиком а лопаткой постепенно делаю это в несколько раз немного белков просеиваю немного муки с какао и перемешиваю в конце добавляю растопленное и остывшее сливочное масло еще раз хорошо перемешиваю вот такое по консистенции должно получиться тесто смазываю форму сливочным маслом и переливаю тесто в форму ставлю выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку тесто на 30-35 минут готовность проверяю зубочисткой она должна выйти сухой оставляю бисквит немного остыть затем достаю его из формы убираю в холодильник на пару часов по рецепту бисквит должен отлежаться в холодильнике в течение 8 часов но у меня не было времени и у меня бисквит провел в холодильнике два часа достаю его перекладываю на блюдо сначала делаю отметки ножом и затем разрезаю бисквит с помощью нитки на три коржа на три равные части как же получаются красивые пористые и два часа времени проведенных в холодильнике оказалось достаточно чтобы хорошо их разрезать приготовим крем для этого мне понадобится маскарпоне сгущенка сливки какао и две столовые ложки сахарной пудры смешиваю 500 грамм маскарпоне с 250 граммами сгущенного молока добавляю 200 миллилитров сливок и просеиваю 2 столовые ложки какао добавляю сахарную пудру сначала все хорошо перемешиваю ложкой а затем взбиваю миксером взбиваю до загустения крем готов выкладываю его в кондитерский мешок также для сборки торта нам понадобится пропитка я приготовила заранее сироп из сахара воды и ванильного экстракта и абрикосовый джем или варенье сначала выкладываем на блюдо первый корж хорошо его пропитываем сиропом сверху при помощи кондитерского мешка равномерно выкладываем крем на моем канале есть другие рецепты выпечки тортов ссылки вам оставлю в описании под видео также как и точное количество ингредиентов для торта немного выравниваем крем сверху накладываем второй корж опять его пропитываем сиропом выкладываем крем немного выравниваем и сверху выкладываем третий корж как приготовить сироп я вам укажу в описании под видео по бокам торт смазываю кремом стараюсь это сделать как можно ровнее затем сверху смазываю торт априкосовым джемом это нужно для того чтобы шоколадная глазурь легла очень ровненько на наш тортик заготовка для торта полностью готова отправляю его в холодильник хотя бы на 15-20 минут а пока приготовлю шоколадную глазурь для приготовления глазури нам понадобится шоколад сливки и сливочное масло ставлю на маленький огонь разогреваться сливки разламываю шоколад на маленькие кусочки сверху выливаю сливки добавляю кусочек сливочного масла все хорошо перемешиваю глазурь готова полученный шоколадной глазурью покрываю весь торт чтобы не испачкать блюдо я выложила немного вокруг фольги помогаю немного ножиком делаю как можно ровнее покрываю торт шоколадной глазурью в несколько раз затем убираю фольгу немного протираю блюдо салфетками оставшуюся глазурь я выложила в кондитерский мешок и сделала на торте надпись прага также я сделала небольшую сеточку с двух сторон конечно вы можете украсить торт по вашему усмотрению ставлю в холодильник торт хотя бы на два часа очень рекомендую вам попробовать этот рецепт торт получается очень вкусный для любителей шоколада посмотрите как красиво он смотрится в разрезе ставьте лайк если рецепт вам понравился всем желаю приятного аппетита спасибо что были со мной и до новых встреч до новых встреч